Друзья, всем здорова! С вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в солнечной, прекрасной Албании. Поселились в районе города Дурес. Но о чем это видео? Это видео о том, как я взял вот эту вот мою маленькую малышку в аренду за 35 евро в сутки. Взяли мы на двое суток. И сейчас я расскажу, что мы за эти двое суток успели посмотреть. То есть подведем итоги про аренду машины. Расскажу, сколько, в общем, не обошлась заправка. Куда мы ездили. И какие штрафы Алексей заплатил. Потому что штрафы в Албании не маленькие. Вот так вот. Я вам так скажу. Так что сейчас будем делать выводы. Сейчас буду заезжать на заправку. Это у меня будет уже финальная заправка. Я, кстати, ни разу еще не заправлялся. Вот на дизеле езжу. Она суперэкономная. И все. Прям вообще круто. И буду сдавать в аренду. Сдавать в аренду. Сдавать назад. Из аренды. Не в аренду. Правильно сказал? Я уже сам запутался. Точнее, возвращать автомобиль. Вот, посмотрим. Просто у меня его примут. Либо скажут. А, ты его где-то там поцарапал. Потому что мне тут про Албанию говорили. Тут прям что-то все жестко. Есть такая мафия какая-то. Но на самом-то деле все, что мне рассказывали про Албанию, ничего из этого не оказалось правдой. Мне рассказывали, что тут какая-то жесть. А на самом деле мне страна очень понравилась. Все классно. Люди добрые. Еда вкусная. Особенно, когда хорошо поел, настроение улучшается. Поэтому, когда в стране вкусно готовят, значит восприятие в стране будет хорошее. Так, мы заправляемся. Короче, 20 литров. Короче, практически 20 литров. И стоять. Ага, окей, окей, да. Все. Я же сейчас взяла. Так, это получается 3100. Мне тут раз. Вот, заправил малышку. Смотрите, стоимость дизеля. Доллар 60 центов за 1 литр. Сейчас скажу, сколько это в других валютах. За двое суток аренды машины я наездил 20 литров. Вот так вот. То есть, в принципе, это 31 доллар. Вот так вот. Что еще сказать? Когда мы брали в аренду машину, дают с полным баком. И с полным баком нужно вернуть. Вот сейчас я заправил полный бак. Так, заправок огромное количество. Самое главное. Вот они заправили. Просит, чтобы рассчитывался наличкой. Потому что, говорит, карточку не принимают. У меня вот здесь всегда наличка. Я карточкой здесь ни разу не рассчитывался. Видите? И сразу мне дали чек тоже. Вот сразу вот с заправки 3100. Вышло. Сейчас скажу, сколько это в других валютах. Вот смотрите, стоимость в других валютах. Это я наездил вот за все время, начиная, ну, то есть, за двое суток. Я ни разу не заправлял. Вот заправляю первый раз перед сдачей. Вот так вот. То есть, машина экономная. И сейчас мы доедем. Я сдам машину. И мы поговорим, я расскажу, вот, какие места мы посетили. И сколько мы проехали, мы почитаем. Ради интереса. Да. Вот. Так что возвращаемся к нам в отель. И вообще поговорим про дороги, про полицию. Потому что дорожная тема это интересная тема. Вот так вот. Так что поехали. Ну что, прощаюсь со своей малышкой. Закрыл ее, заправил. Огромное спасибо, ты была классной машиной. На тебе было реально прикольно. Я думал, будет хуже. А вот на Форде вот таком вот и большой, и удобно. Вот арендовали здесь. Вот тут пишет Vodafone. И вон там пишет rent card. Интересно, там, смотрю, двери закрыты. Все, пойду сдавать. Ну что, сдал машину. Для меня была загадка, как у этой машины открывался багажник. Оказывается, он открывался не на кнопочку, хотя кнопочка там в салоне была. Ни на какую-то там кнопочку, но в багажнике. Он открывался, как вы думаете? Он открывался ключом. Я даже подснял видео, когда я его сдавал, и говорю, как он открывается. Потому что мы все вещи возили в салоне. Он говорит, смотри, это албанская хитрость. Ни один вор не сможет его вскрыть. Он, оказывается, открывается ключом. Вот. Вот такие дела. Видите, какие они албанские багажники в машинах. Вот. Не, я просто, ну, возможно, у вас тоже есть машина, где ключом открывается. Я просто привык. Либо на кнопки, либо там еще где-то кнопка. Оказывается, ключ. Сейчас я расскажу точно по километражу, сколько мы проехали. Сколько всего денег обошлась машина. То есть, чтобы вы четко понимали, что вас ждет, если будете брать в аренду машину. Но перед этим, поскольку тут же надо считать, это уже дело, как сказать, надо применять математику. Надо искупаться, привести себя в форму, потому что мы наездились, точнее, не в форму, в тонус. И буду сейчас все рассказывать. Такая водичка хорошая, освежающая. Даша не боится плавать. Смотрите, она держится за бортик бассейна. Тут глубоко, но под моим контролем. И также она еще учится плавать, как лягушка, да? Да, вот так вот. И как собачка, да? Покажи, как собачка плавает. Вот так ноги пьет, а руки пьет. Руки, да. Смотрите, я умею плавать. Давай, как лягушка плыви. Как собачка. Давай, как собачка. О, как котик. Молодец. А как лягушка, покажи, как руки в сторону лягушка делает. Вот, молодец. Поплыли в ту сторону. В ту сторону? Я командую. Все, поплыли. Я покажу тебе как пусан. Ты у меня слогак. Итак, давайте поговорим, сколько километров мы проехали. Смотрите, машину арендовал в 4.30 вечера. То есть, такая система. Если я беру в 4.30 вечера, возвращать ее должен на следующий день тоже в 4.30 вечера. Вот так вот. Ну, думаю, там, если на полчаса задержались, то ничего страшного. Но я отдал вовремя. Вот так вот. В 4.30 вечера мы взяли и сразу поехали в Дурас. Из нашего вот этого района Голема. Сейчас скажу по километражу, сколько мы проехали. То есть, это вот первое место, которое мы посмотрели. Это был Дурас. И проехали мы в одну сторону 19 километров. И назад где-то так же. Короче, примерно 40 километров. Это была вот первая поездка туда-назад. Посмотрели вот центры города, погуляли по набережной. То есть, ну, как бы интересно. Единственное, что я рассказывал в том видео, когда мы ездили, что коробка механика была. Я к ней не привык. И, ну, как бы не постоянно, но иногда глох на светофорах. Вот так. И мне местные начинали пибикать. Вот так вот. Это вот первое. Поэтому, если берете, мне кажется, лучше брать, наверное, на автомате. Потому что к механике надо, к каждой механике, как мне показалось, привыкать. Второе путешествие, куда мы поехали, это что у нас было? Мы поехали во Влёру. И проехали. Это уже на следующий день. Сколько мы там проехали? 18 километров в одну сторону. 236 километров туда-обратно. Да, то есть туда-обратно 236 километров. Путешествие заняло, в принципе, у нас полдня, да, вот так скажем. Не спеша. То есть утром выехали, позавтракали, часов где-то 9 выехали. За сколько? Часа два мы туда ехали, да? Потому что там были пробки тоже. Да, туда часа два из-за пробок, а обратно, ну, вообще, если без пробок, час 20 набираться. Вот, но мы именно не Влёра, а мы чуть подальше, там где красивые пляжи. И как я показал, что... Ну, это район Влёра еще. Ну, да, да. То есть там уже идет другое море. Другое море, не то, которое здесь. Здесь у нас какое? Адриатическое, а там... Ионическое. Ионическое. Вот так вот. Ионическое, оно как бы на фотках красивее там все смотрится. Если у кого есть время и желание, то лучше ехать еще подальше, туда 3 часа, 4 часа. Там, говорят, еще намного красивее. Да. Но нам даже в Аблёре, там где началась Ионическое море, очень понравилось. Да. Красиво. Да. И такая горная тоже там местность. В общем, очень классно. Но мы были там выходной день. Я не знаю, как там по будням. Была такая жесткая тянучка. И я, опять же, не привык к механике. И пробка была в горку. Вот. И я постоянно тоже глох. Вот в этой пробке в горку. Мне местные тоже пибикали. Вот так вот. Поэтому лучше на автомате брать. Следующий момент. То есть туда-назад мы съездили. Это у нас получилось сколько? 230 километров, да? 236. 236 километров. И заняло это полдня. То есть мы где-то к 4 часам, к 4 вечера мы уже вернулись сюда. Вот так. Следующая, куда мы поехали, это город Круя-замок. То есть мы, я показывал, есть старая крепость. Это город, который, как сказать, можно сказать, основание, произошло основание Албании, да, так? Или как это сказать? Получается, это первая столица, считается. А, первая столица, да. Тогда это называлось не Албания, какое-то другое царство. Но считают, что это, как первая столица Албании. Ну, так написано в интернете. Я точно не знаю. Это было еще в 15 веке. Так что, как там и что было, не понятно. Да, если вы жили в тот момент, то напишите, как там, ну, в 15 веке, что происходило, и действительно ли, какое было столице. Да, Албании, не Албании, может, кто-то был, ну, свидетелем этого всего мира. Вот так, напишите. И сколько мы проехали? Пойдем так. А, нет. Некорый, дон. А? А, не-не-не, спасибо. А, не-не-не, тут мне уже принести еду. Инжир, персики, абрикосы. Да, да. Я боюсь у них спрашивать, сколько оно что стоит, потому что сразу заставят сюда купил это все. Но инжир красивый. По направлению туда мы ехали, то есть там очень красиво, 55 километров в одну сторону, по времени примерно час 20 туда добираться. Ну и назад 55, получается, за день проехали примерно 110 километров. Тоже такая ненапряжная поездка, то есть заняло примерно полдня. То есть, получается, вот первая у нас была вечером, потом на следующий день поехали в эту Вавлеру. И на третий день, мне же уже надо вернуть машину вечером, то есть мы съездили в этот замок, и все, я приехал и вернул машину. Вот так вот. Итого, сколько мы всего наездили километров? Если это все приплюсовать, здесь уже пошла сложная математика, сложные математические вычисления. То есть здесь точно 384. Да, 384, может там плюс, там, короче, скажем так, 400 километров. Вот мы проехали за вот эти двое суток, на которые я брал машину. По топливу, что у меня вышло? 30 долларов за топливо. То есть мне машину дали с полным баком. Я за это все время не заправлял. И заправил уже перед самой сдачей. Вот так вот. И вот вышло все, 30 баксов за 400 километров. Итого, аренда машины 70 евро. Топливо 30 баксов. Ну, округляем это, скажем, все. Стоит, получается, 100 евро. И мне еще влепили штраф. По поводу штрафа. Я в видео... Кто-то сильно ошибся. Да, кто-то сильно ошибся. Я, походу, перегрелся на солнце. Ну, не знаю. Там просто написано. Вот именно было 7. Мне показалось 7. И 3 нуля. 7 тысяч. Это 70 баксов. Потом показал это все это. Жене. То есть, через сколько дней? Дня через 2. Дня через 2. Оказывается, это не 7, а то двоечка была. Она просто написана как бы... Это буква Z английская. Да. И получается, сверху получается как 7. А нижняя черточка, она почти сравнялась с этим. Ну, получается... Там полоса идет, да. Полоса, на которой писать. Да. И получается, ее плохо видно. Ну, короче, штраф... Скорее всего, это 2 тысяча. Да. Короче, да. Штраф, ну, походу, 2 тысячи. Я читал в интернете. У них, в принципе, стандартные штрафы. Вот 2 тысячи там. Обогнал, не положено на месте. Едешь там по этой... По левой полосе, если есть свободное, правое. То есть, везде, в принципе, 2 тысячи. Вот этот штраф идет. Это 20 баксов. Мне написали эту бумажку. Когда я сдавал машину, по поводу штрафа, мне вообще никто ничего не сказал. То есть, они... И как я сдавал машину. То есть, никакой жесткой проверки не было. Они сказали, дизель полный. Я говорю, да, полный. Заправился. Все. Он так ее обошел, посмотрел. И все. То есть, как бы... Ну, вообще, все очень просто. Так вот. То есть, если кто-то... Ну, может, это зависит тоже. Там, где берут в аренду. То есть, кто-то говорит, там, могут придираться к чему-то. Это... Но я бы рекомендовал, когда берете машину. Изначально ее сфоткали по разным сторон. У нас были вмятины с этой машины. Я только заметил, когда сдавал. Я не понял. Думаю, вначале я не обратил внимания на это. Думаю, вдруг это кто-то сделал. Вот. Но все нормально. Вот. По поводу штрафа никто еще не сказал. Возможно, когда я буду выезжать из страны, тогда мне скажут, Алексей, либо вот плати 20 баксов, либо будем тебя депортировать. Либо посадим в тюрьму. Вот так. Ну, я не знаю, как тут что происходит. Вот такие дела. Хочу сделать выводы. А тут мне уже эти парфюмы дают. Ну, хоть. Ага. Уро парфюмы пенч, евро пенч. Окей? Да нет, мне пока не надо. Спасибо. Окей. Да, сын говорит мать. Кечи, Версачи, евро пенч. Да нет, Версачи тоже. Версачи. Ну, что сказать вообще по поводу вот брать машину в аренду, не брать машину в аренду. Вообще сказали полиция здесь. Это как мне все рассказывают. Туристам как бы относятся очень хорошо. То есть нету такого, знаете. То есть видят, что иностранец из себя по полной будут шибать бабки. Типа нет. Говорят, туристам даже много чего прощается. Вот так вот. А мы не проверяли. А? А мы не проверяли. Ну, не проверял, но как бы полиции очень много. Вот мы ездили, реально полиции очень много. В городе, на трассе. Реально, то есть много. Везде было много полиции. Да, в ту сторону не поедли. Да. Но никто не останавливал, никто ничего не говорил. Вот. Не, ну я как бы нормально ехал, то есть все хорошо. Возле полиции не глох. Да, возле полиции не глох. Вот так вот. Поэтому, вот по поводу аренды машины, я подложу итоги, что можно, когда мы прилетели в аэропорту Тирана, штук 30 стоек, где можно взять в аренду машину. Мы прилетели ночью, и они там все работали. То есть даже можно, думаю, заранее зайти там на сайт, и вот просто в гугл-картах ведете этот аэропорт Тирана. Вообще люди в интернете советовали заранее договариваться, чтобы в аэропорту уже была машина, потому что, ну, чтобы были машины по адекватной цене. Потому что там могут быть, будут или дорожные, или не будет машины какой-то хочешь. Но это где-то надо смотреть на сайтах, мы не интересовались этим вопросом. Да, то есть все берут, короче, сразу по прилету многие. Вот кто прилетает своим ходом, сразу в аэропорту взяли машину, там, ну, реально этого всего дела очень много, и заранее, без проблем, можно найти контакты. В гугл-картах нашли аэропорт, и там эти стоечки показывают. То есть эти компании, вот так вот, они все есть, вот основные компании, кто занимаются арендой, они все есть в аэропорту. Вот, потом нам предлагали еще у гида, спросил, они тоже дают машину в аренду. За то, что, то есть там 35 евро в сутки, так же, как я и брал, но от 35, от 3 дней надо брать, то есть меньше 3 не дают. И за то, что они тебе пригонят машину к отелю, еще платить надо 15 евро плюс. Я вышел, вот взял, я показывал, там стойка водофона, то есть такой флаг стоял. И там просто подошел, и они мне, как бы, пригнали бесплатно, то есть денег не брали за это. Вот такие дела, и можно брать от одного дня, это тоже очень удобно, поэтому вариантов очень много есть, как взять машину в аренду. Вот. И по поводу того, стоит ли ездить по Албании, не стоит, мне показалось, что действительно страна очень красивая, да? Мне тоже показалось, что тут красивая природа, тут есть горы, есть два моря, вот второе намного интереснее, то есть много интересных мест, куда можно поехать. И действительно, это страна, где стоит ездить именно на машине. Страна небольшая, кто приезжает своим ходом вообще может без проблем всю страну посмотреть, вот, кто себя уверенно чувствует. Потому что мы, как бы, с проблем берите эту машину. Да. Мы поездили только так, чтобы недалеко, на полдня, потому что, ну, нам сейчас так удобно. Но я думаю, что стоит ехать и подальше, и смотреть другие места, и там будет еще более красиво и интересно. Да. Мы, это наше первое путешествие в эту страну, мы посмотрели, что здесь, как здесь, поэтому все еще впереди. Я думаю, если будет следующая поездка, мы уже можем сюда приезжать самостоятельно и уже чисто вот на машине ее объездить, вот так изначально распланировать. Вот, поэтому, ну, я с этой страной еще не прощаюсь, ну, говорю так, на всякий случай, потому что мне там пишут Алексей, типа, зря потратил деньги, зря это, вот. Вот, ну, на эту тему мы еще поговорим. То есть, зря потратил деньги, зря потратил. Так вот, но реально, по поводу машины, мне показалось, действительно стоит брать и ездить. По поводу цен, куда не заедь, вот мы даже в крепости были, на самой верхушке, там вот эта кафешка была, и казалось, там цены должны быть вообще какие-то неадекватные. Накрыли поляну на 20 долларов. Вот, в принципе, зайди в какой, вот, в любой ресторан зайди, вот мы заходили там и тоже, вроде казалось, они крутые, вот эти рестораны, да, везде? Да, ну, вот, пошли просто кофе купили в соседнем ресторане, там тоже цены были нормальные. И там стояли крутые мерседесы, то есть, на, вот, возле ресторана, и, кажется, со стороны тут, типа, какой-то там суперэлитный, но мерседесы такие дорогие, вот. И, кажется, там, типа, цены какие-то, ну, очень, наверное, будут завышенные, нет. Цены, вот, за 20 баксов на двоих можно прям объедеться, ну, как бы, вообще без проблем. Ну, понятно, и ниже, то есть, ниже тоже цен. Поэтому страна, как бы, для туризма, я считаю, очень такая классная, цены хорошие. В плане безопасности, сказали, вот, Албания считается одной из самых безопасных стран в мире, но это как сказали. Вы не сталкивались с ситуациями, когда говорят, что торгаши падают за руки, затягивают свои палатки, или, там, что цыгане на пляже подходят, цепляются. Нам никто никогда не цеплялся, ни этот. Пока сам продавца не тронешь, не попросишь, ну, давай, этот, что почем. Ну, да. Они особо не подходят. Да, так что, на этой прекрасной ноте... Так что, на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Надеюсь, информация была полезной. Вот, подвели какие-то итоги по поводу аренды машины. Вот. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира, квартиру, машину, детей, и путешествий. Подписывайтесь на канал, обязательно, и ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok